Утром 16 сентября 1922 года молодая пара прогуливается по парку в Нью-Джерси, по тому местечку, которое называется Лавас-Лейн. Они хотят найти уединение, однако вскоре они понимают, что им кое-кто мешает. Они находят под яблоней другую пару, мужчину и женщину. Они, видимо, уснули ногами к дереву. Женщина положила свою голову на плечо мужчине, а у мужчины на лицо надвинута его шляпа. Кажется, они спят. Однако молодые люди подходят немножко поближе и понимают, что нет. Они нашли место преступления. Сегодня мы с вами поговорим про дело Хола и Миллс. Привет, друзья, это Лена. И добро пожаловать снова на мой канал. И добро пожаловать в очередное True Crime дело. И это наше последнее дело из влюбленного февраля. Итак, молодые люди в 1922 году находят пару. И изначально эта пара выглядит так, как будто они спят. То есть, как я уже сказала, они лежат под яблоней ногами к дереву. Женщина положила свою голову на плечо мужчине, как будто она спит. У нее на шее платок, у мужчины на голове шляпа, как будто он прикрыл ее от солнца. И кажется, что они спят. Но на самом деле они мертвы. Вызывают полицию. И полиция устанавливает, что мужчина убит одним выстрелом в голову, а женщина убита тремя выстрелами в голову. И также у нее перерезана глотка. И перерезана настолько глубоко, что она почти обезглавлена. Именно, видимо, поэтому у нее шарф на шее для того, чтобы это прикрыть от зевак. Ну, то есть, чтобы как можно дольше люди, проходящие мимо, думали, что эти двое просто на самом деле спят. Мало ли что могло произойти. Люди иногда спят под деревьями. И эти двое лежат в той, как бы на той аллее, которая называется Лавас Лейн. И там довольно часто, как следует из названия, гуляют парочки и влюбленные. И также вокруг них лежат разорванные любовные письма, обращенные друг к другу. Все выглядит как преступление, совершенное на почве ревности. Итак, кто же эти двое, которые были найдены? В ногах мужчина у Клэвы Ботинка находят его визитку. И так удается установить, кто это такой. Его зовут Эдвард Уилла Холл. Ему 41 год. И он пастор церкви евангелистов, евангелистической церкви в Нью-Брансвике. Женщину в дальнейшем могут опознать как Элеонору Рейнхард Миллс. Ей 34 года. И она жена священника из той же церкви по имени Джимми Миллс. Ему 45 лет. И также она поет в церковном хоре. Что же эти двое делали там? Прогуливались. Кто мог желать им смерти? Как странно, что замужняя женщина со священником. Но, оказывается, священник Эдвард Холл, убитый мужчина, с которым мы были вместе, он тоже женат. И у него есть жена, которую зовут Фрэнсис Стивенс Холл. Она старше его на 7 лет. То есть ей 48. И по словам окружающих, она не отличается какой-то особой красотой. Однако у нее есть другая отличительная черта. Дело в том, что это наследница Джонсона Джонсон. Компания, которую вы наверняка знаете. Джонсон Джонсон. Вот это наследница вот этой компании. Я, честно говоря, не знала, что эта компания настолько старая. То есть в 22-м году уже есть наследница этой компании. То есть компания уже существует. Соответственно, Фрэнсис очень богатая. И есть версия того, что Эдвард женился на ней именно из-за денег. Что довольно странная мотивация для священника. Но в любом случае эта пара выглядит довольно странной. Наследница и священник. Они женаты несколько лет. И что могло пойти не так? Вроде бы у них все было нормально. Итак, начинается расследование. И у него сразу появляется первая проблема. Дело в том, что дело происходит в совсем небольшом городе. И подобное громкое скандальное убийство – это вау. Самое значимое событие, которое произошло здесь за последнее время. Поэтому деваки тут же собираются в этом парке около места преступления. Соответственно, они задавтывают все возможные улики. То есть они ходят там, где были найдены тела. Приготовьтесь, друзья. Приготовьтесь, потому что вы такого не ждете. Мы говорим про 22-й год, когда понимание места преступления довольно относительное. Особенно в небольшом городе, где подобные преступления практически не происходят. Итак, место преступления не отцеплено. По нему ходят деваки, которым просто интересно. О, может быть, они что-то найдут. Они находят как раз визитку. Они находят части любовных писем. Они передаются из рук в руки. О, ловкость. Я, кстати, в очередной раз пытаюсь дать шанс вот этому микрофону, потому что я от него разницы не вижу вообще никакой. Возможно, вы ее чувствуете, но... В общем, я не знаю. Я не знаю с этим микрофоном. У меня уже второй микрофон, от которого я не вижу абсолютно никакой разницы. И я просто как бы... Возможно, мне стоит инвестировать в еще более дорогой, ну, как бы, на самом деле, прямо дорогой микрофон, который будет стоять передо мной. Я бы такая... Йоу, бич. Посмотрим. В общем, я буду монтировать это видео и посмотрю, насколько есть хоть какая-то разница от него. В общем, я пытаюсь дать ему еще один шанс. Окей? Окей. Итак, зеваки передают улики, по сути, там, части этих писем или визитку между другими. У, гляди, обалдеть, как интересно. Потом, та самая яблоня, под которой найдены тела, люди начинают обрезать с нее ветки на сувениры. И в довольно быстром времени от дерева мало что остается, потому что просто все обрезали. Также, дальше, люди начинают собирать землю вот на том месте, где все это произошло, в мешочки. И продавать их на сувениры. Я не веду. Если вы думаете, что true crime-блогеры и true crime-энтузиасты слишком одержимы преступлениями, то, камон, люди покупали сувениры в виде земли, на которой произошло убийство. И пресса, естественно, для них это просто главный праздник, потому что, наконец-то, они будут продавать газеты огромным тиражом, потому что это главные новости города. Сейчас они раскрутят эту тему, и, естественно, они пытаются найти какие-либо подробности. И они описывают главных действующих лиц. В том числе Фрэнсис, жену погибшего священника, они описывают как homely. Это переводится как домашний. И это подразумевает то, что она довольно, ну, как бы выглядит как женщина, которая все время проводит дома. И это некоторое противоставление, потому что она наследница. И они, как бы, указывают на то, что она выглядит не так, как пресса и общество, предполагая, должна выглядеть наследница. Потому что если сейчас, как бы, вы слышите про какую-нибудь наследницу империи, например, там, Парис Хилтон, вы представляете, что она выглядит, как бы, эпатажно и гламурно. И дело в том, что сто лет назад все было примерно так же. То есть от наследницы предполагалось, что она выглядит максимально гламурно, дорого, при параде всегда. Особенно учитывая, что это 20-е годы, как бы, а женщина предполагается, что она должна немножко экстра ухаживать за собой и выглядеть, как бы, соответствующим образом. И поэтому Фрэнсис не похожа на то, что пресса ждет от наследницы огромной империи. Поэтому они на это указывают, что... Но мы говорим про 20-е годы. Тогда у женщин, в принципе, было довольно мало прав. И, ну, газеты считали норм... Я имею в виду про отношение общества к женщине в те времена, я вам уже рассказывала в разных видео, в том числе из 50-х годов, 40-х годов. Это 20-е, это еще раньше. У женщины еще меньше прав, и в целом, как бы, отношение к ней еще более такое. Так что, да, по Фрэнсису они слегка проходятся в плане ее внешнего вида. Также оказывается, что весь город знает про интрижку между погибшим мужчиной и женщиной, священником и певицей из хора. Я имею в виду, это дело становится все более и более скандальным. В нем есть церковь, в нем есть измены, в нем есть богатая наследница. Однако у полиции, у полиции толком нет улик, и у них нет никаких зацепок. И они просто, как бы, что нам вообще дальше делать? И я уже говорила, во-первых, это 20-е годы, и тогда довольно сложно раскрывать дела. Серьезно, когда я читаю про эти дела, у них нет, например, теста ДНК или еще чего-то, нет лабораторий. Поэтому в тот момент найти убийцу очень сложно и в дальнейшем доказать, что убийца это тот самый. И полиция в некоторой растерянности, пока к ним не приходит свидетель. Да-да, друзья, у убийства есть свидетель. Так вот, эта женщина по имени Джейн Гибсон, и она живет на ферме недалеко от того самого парка, где есть та самая Лава Злейн. У нее ферма, она держит лошадей и других животных. Я пытаюсь сейчас смотреть и вам объяснить, как работает ферма. Другие животные там тоже есть. Итак, она фермер, и в ночь на 14 сентября она слышит какой-то шум, который идет с кукурузного поля. И она изначально предполагает, что это вор или грабитель туда пробрался. И она садится на мула и едет к тому месту, откуда она слышит шум, что могу ли я сказать. В обществе, где женщина не имеет особых прав и вообще ее место минимальное, эта женщина очень смелая. Думая, что она слышит грабителя или вора, она едет к нему навстречу. Что я читала, я прям, вау, Джейн Гибсон, класс, супер, молодец. Я бы никогда не решилась. В общем, она едет туда, и там, где она слышит шум, она находит не вора, но она находит припаркованную машину. Она прислушивается, и тут есть две версии. Мы говорим про дело 22 года, то есть источников мало, и те, которые есть, немножечко отличаются. Итак, есть версия, что она видит четырех людей, двух женщин и двух мужчин, которые ссорятся между собой. И она видит, что у одной из женщин седые волосы, как у Фрэнсис. А также есть версия того, что она только слышит их. То есть она слышит четыре голоса, два мужских и два женских. Также, ну, как бы, читая ее показания, я прихожу к выводу, что, возможно, она не совсем видит. То есть она слышала ссору, но она не совсем хорошо их видела. И, возможно, как бы, единственное, что она смогла различить, потому что, как бы, это ночь. И, ну, никаких фонарей нет. То есть, как бы, парк, ночь. Возможно, она, как бы, единственное, что смогла разобрать, это то, что у кого-то были седые волосы. И, например, там кто-то в платье и с седыми волосами. Возможно, так она смогла, там, какие-то очертания увидеть в лесу. В таком формате. В любом случае, мы не знаем, видела она, не видела или слышала. В любом случае, она точно слышит четырех людей. Двое мужчин, двое, ну, по крайней мере, два мужских голоса, два женских. И они ссорятся между собой. И женский голос говорит, объясни мне эти письма. Потом она слышит выстрелы. И потом женщина кричит, Генри! После этого Джейн понимает, что она видит или слышит что-то, чего она не должна видеть или слышать. И она разворачивает мула и ускакивает обратно домой. И вот с этой информацией она является в полицию. И для меня немножко интересно в её истории, то есть то, что она прискакала на муле, и она видит или слышит людей. То есть она их слышит достаточно хорошо. Она вот видит, что у кого-то седые волосы, но при этом они не слышат, как подъехал мул и как потом он ускакал. То есть её никто не замечает. Что для меня кажется немножко странным, но, возможно, этим людям было на самом деле не до неё. Я просто хотела вам обратить ваше внимание на этот момент, но как бы просто вот обращаю внимание. Странно, что они её не заметили. В любом случае, она сообщает об этом в полицию. И, естественно, газетчики тоже довольно быстро узнают про эту историю. И они ополчаются на эту бедную женщину. И они начинают... Во-первых, они сомневаются в её истории. Они пишут про то, что это звучит неправдоподобно. У них нет никаких оснований для того, чтобы говорить, что она якобы лжёт. Однако они пишут, что она явно лжёт. Что тогда, опять же, вот не было там прецедентов, когда кто-то подавал в суд на газеты за ложь и выигрывал. Это вот уже, мне кажется, 90-е, значит, скорее года. Поэтому газеты могут делать что угодно. И им ничего не будет. В общем, они пишут, что она лжёт. И также они почему-то дают ей прозвище «пигвумен», то есть «женщина-свинья». Что отвратительно. Я не знаю, почему они её так называют. Я имею в виду, газеты тогда абсолютно ужасные. По отношению к женщинам это просто какой-то кошмар. Кто-то как бы недостаточно гламурный и красивый, чтобы быть наследницей. Кто-то женщина-свинья. Просто кошмар. В общем, окей, газетчики пытаются её максимально закредитировать по какой-либо причине. Но тут очень важно сказать, что её информация довольно дискредитирующая. Потому что, во-первых, у Фрэнсис седые волосы. А во-вторых, её брата зовут. Вот, вы угадали. Генри. Если вдруг вы его пропустили, то она слышит, как женщина кричит «Генри!» после выстрелов. И, соответственно, Фрэнсис и Генри, наследники Джонсона Джонсон, становятся основными подозреваемыми. Но, а что насчёт мужа погибшей? Слышу я ваш вопрос, потому что у меня был тот же вопрос. Итак, Джимми Миллс – священник, чья жена состояла в интрижке с другим священником и чья жена с этим священником погибли. Итак, муж. Что насчёт него? Приготовьтесь, друзья. Полиция считает его слишком скучным, чтобы быть убийцей. Поэтому, если вы думали, что женщинам достаётся, мужчинам тоже достаётся. Он слишком скучный. Он слишком... Такой человек вряд ли будет кого-то убивать. Я имею в виду, это просто лучшее расследование. У нас нет никаких улик, у нас есть несколько подозреваемых. Одного из них мы исключаем, потому что, честно говоря, он скучноват. Окей. Итак, начинается суд. И это как бы предварительное слушание. В Штатах есть несколько инстанций до того, как дело передаётся в основной суд. И есть предварительное слушание. Там присутствуют присяжные, там также есть судья, но там никто не выносит вердикт. Всё, виновен, и всё, вы отправляетесь в тюрьму. Нет. Там они слушают изначальную информацию от прокурора, и они решают, есть ли достаточно оснований для того, чтобы передать дело дальше на рассмотрение суда, чтобы было уже следующее официальное слушание, и там уже решалось, виновен человек или невиновен. Всё это предварительное слушание. То есть, соответственно, если присяжные считают, что информации слишком мало или она неубедительная, они такие, типа, как бы этого дела нет. То есть нет смысла того, чтобы судья и следующий присяжный даже тратили время на это. То есть это предварительно. Там прокурор выдаёт не всю информацию, которая у него есть, ну, чтобы у адвокатов защиты не было всей информации, но основную информацию, которая, по его мнению, говорит о том, что, как бы, это достаточное дело. То есть да, есть основания подозревать, что эти люди виновны. Так вот, начинается вот такое предварительное слушание. И во время судебного заседания оказывается, что нет никаких прямых улик, которые бы указывали на то, что Фрэнсис или Генри были на месте преступления. То есть никто не может доказать. Да, якобы Джейн видела или слышала, но она не видит их, она не может их опознать. Она также, насколько я понимаю, не может опознать их голоса. Более того, и Фрэнсис, и Генри отрицают то, что они знали про интрижку, ну, как бы, про измены Эдварда. То есть для них это новости, то, что муж Фрэнсис ей изменял. Весь город в курсе, но эти двое такие, в первый раз слышим, мы думали, что как бы он верен и любит свою жену. И как вы можете доказать? Как вы можете доказать, что эти двое не знали? То есть, ну, разве что, например, Фрэнсис где-то упоминала бы, типа, я знаю, что мой муж не изменяет. Но она, видимо, нигде этого не упоминала. У них нет свидетелей, которые бы говорили, что да, она была в курсе. Поэтому они говорят, мы не в курсе. Откуда нам было знать? И это значит, что у них нет мотива. Зачем убивать этих двоих, если они даже не знают, что они пара? Более того, на ночь преступления у Фрэнсис есть алиби. Ее горничная была дома, и она видела Фрэнсис. И Фрэнсис никуда не выходила. Поэтому у нее просто не было возможности совершить преступление. И, соответственно, жюри считает, что нет достаточных оснований передавать дело для дальнейшего рассмотрения. У них нет причин подозревать, что Фрэнсис или Генри виновны в убийствах. И, соответственно, дело затихает. Про него все забывают. Ну, как бы основные подозреваемые больше не являются подозреваемыми. Больше никаких улик нет. Поэтому дело заходит в тупик на ближайшие 4 года. Четыре года спустя в полицию приходит мужчина по имени Артур Рейл. Или Рилл. Я не знаю, как правильно читается его фамилия. Я буду называть его Артур. Он приходит в полицию, и он заявляет о том, что он хочет разорвать помолвку со своей невестой по имени Луис Гейст. Заявляя, что она лгунья. Очень интересно. Для меня, в принципе, интересно, что он приходит в полицию и говорит, я хочу разорвать помолвку со своей невестой. Я имею в виду, окей, бро, делай это. Как бы, зачем тебе помолвку? Возможно, в том месте, в то время, как бы, разрыв помолвки происходил как-то более официозно, чем это. В любом случае, он приходит в полицию и говорит, что он хочет разорвать помолвку с этой женщиной на лгунье. И что? Слышаю ваш вопрос. Дело в том, что Луис Гейл – это имя горничной. Фрэнсис Холл. Той самой горничной, которая дала ей алиби. Насчёт чего же врала Луис? Ну, судя по всему, со слов её молодого человека, она врала по разным поводам. Но что важно для полиции? Она говорит, что она была в курсе того, что Фрэнсис знала, что Эдвард ей изменял. Более того, она знала, что Эдвард планировал сбежать со своей девушкой, которую он называет Уандахат. В одном из писем, я имею в виду, их письма очень романтичные. Типа, я хочу сжимать тебя в течение нескольких часов. И он как раз обращается к ней в Уандахат. Чудо сердца. И они прямо такие горячие письма. Особенно по меркам 20-х годов. Особенно учитывая, что это священник и девушка из хора. Фух. Так вот, он собирался с ней сбежать. И Фрэнсис знала об этом. И она вместе со своим братом Генри и другим братом по имени Уильям, а также с кузена по имени Генри де Брюэр Карпендер, они, когда те сбежали, нагнали их. И, соответственно, Фрэнсис не была дома в ночь убийства. А сама Луис получила 5000 долларов за то, чтобы предоставить алиби и с тех пор хранить молчание, что не очень сработало. Но тем не менее, и 5000 долларов, по тем временам, это огромные деньги. Это очень большие деньги. Так что алиби идет никуда. Важно отметить, что сама Луис никогда не давала показаний полиции. Ну, в смысле, уже после этого. То есть, изначально она дала информацию про то, что, как бы, да, Фрэнсис была дома, но после этого, после того, как ее молодой человек говорит полиции, что она врала, и на самом деле она знает, что Фрэнсис дома не была, я нигде не могу найти ее показаний. То есть, нигде. И это меня, конечно, немножко так удивляет. Дальше показания Артура попадают в руки редактора газеты «Hearts in New York Daily Mirror», который понимает, что у него в руках просто слиток золота. Он знает, как обыграть эту информацию. И он публикует, как бы, на первой полосе статью под названием «Настоящие факты тайны». Я имею в виду, газетчики уже тогда знали, как делать хорошие и читаемые заголовки. Итак, дело возвращается в работу, люди снова обращают на него внимание, и 3 ноября 1926 года начинается суд над Фрэнсис, ее братьями, и ее кузена должны были судить отдельно, но, тем не менее, ее судят вместе с ее братьями, Генри и Уильямом. И главный свидетель в этом деле – это Джейн Гибсон. Опять же, я обращаю внимание. То есть, горничную не вызывали. Я не понимаю, как это вышло, потому что, например, Джейн Гибсон, у нее рак, и она находится в больнице. Однако судья говорит, что нет, ее показания принципиально важны, принесите ее в зал суда. И ее приносят на носилках. То есть, для того, чтобы получить вот эти показания, судья говорит, типа, мне все равно, тащите ее в зал. Почему при этом горничную не могли доставить в зал суда? Потому что я нигде не смогла найти ее показаний. И, по идее, ее показания были бы самыми важными. Ну, то есть, например, то, что, да, на самом деле, Фрэнсис дома не было, и она знала про интригу, и она знала, что ее муж хотел сбежать со своей любовницей. Потому что я имею в виду, если это не мотив для убийства, я не знаю, что такое, но самой горничной почему-то в суде нет. Я не знаю, возможно, она сбежала для того, чтобы не давать показания. Возможно, еще что-то. Но в любом случае про нее нет никакой информации, и она не давала показания. Итак, основные показания – это показания Джейн Гибсон, которые, как я уже сказала, на носилках приносят в зал суда. И она дает показания. И, во-первых, в них есть некоторые неостыковки. И также не помогает делу то, что в первом ряду в суде сидит ее мать, которая повторяет «обманщица», «обманщица», «обманщица» все то время, пока та дает показания. Что? Если кто-то из вас думал, что родители не очень его поддерживают, вот как бы, вот вам пример. Серьезно, родная мать говорит про свою больную раком дочь, которая дает очень важные показания по делу об убийстве, «обманщица». Что? Это также немножко меня наводит на мысль о том, что, возможно, эта Джейн часто привирала, и поэтому, например, ее мама знала, что та, например, очень часто врет, и поэтому так говорила. Но мне кажется, что это в любом случае очень странное поведение от матери, тем более, взяли сюда. В общем, ее показания не очень принимают всерьез, потому что в них есть некоторые нестыковки. Итак, присяжные слышат все показания, они удаляются для обсуждений и возвращаются с вердиктом. Фрэнсис, Генри и Уильям невиновны в убийстве. И также в дальнейшем будет отдельный суд над кузеном, и его также признали невиновным. И, по сути, это дело остается нераскрытым. Но, естественно, есть разные версии. И версии очень разные, как бы от и до. То есть, например, как я уже говорила, основа для суда – это были показания Джейн, то есть самый пикбуман. И они были несколько противоречивыми. И есть версия того, что убийца Джейн. Я не могу найти нигде никакой информации, поэтому я говорю, почему? Ну, то есть, например, какой мотив? Вот она просто в парке застрелила и довольно жестоко убила, как бы, пару людей. Зачем? Почему? Ну, то есть, разве что у нее на самом деле были, ну, например, какие-то психопатичные наклонности, которые тогда, естественно, не могли диагностировать. И, например, она врала. И, возможно, в ее поведении было еще что-то там, какая-то жестокость, что... Но у нас нет никаких доказательств этого. То есть, помимо того, что госейщики считали ее ненадежным свидетелем, и ее собственная мать назвала ее обмачиваться, у нас нет никаких оснований полагать, что она бы врала и имела хоть какую-то причину для того, чтобы убить двоих. Но такая версия есть. Есть версия, что она специально придумала историю про то, что вот она слышала голоса, она слышала ругань, просто чтобы отвести, ну, как бы, внимание от себя. Но у нас нет никаких причин подозревать, что у нее была причина их убивать. Но такая версия есть. Также есть версия, которая появилась в 60-х годах. Того, что роман пастора и девушки из хора нарушал моральный кодекс, друзья, куклу с клана. Из всех возможных, как бы, подозреваемых. И что очень жестокое убийство как раз было довольно характерным для вот этой организации, этих людей. Что... Я не знаю. Но эта версия появилась в 60-х. И мне кажется, в 60-х куклу с кланом, в принципе, был на слуху. Я имею в виду там Мартин Лютер Кинг, все дела. Поэтому, возможно, тогда, как бы, они казались такой опасностью номер один для государства, что люди считали, что, как бы, да, вполне логичное обоснование. Как бы, двое жестоко убиты, наверняка, куклу с кланом. То есть, опять же, нету никаких причин подозревать то, что это, на самом деле, были они. Ну, то есть, никаких улик против них на месте преступления не было. Опять же, нам стоит оговорить, что большинство улик, наверное, было уничтожено зеваками, которые просто там ходили. Но, тем не менее, ничто не указывает на куклу с кланом, помимо того, что это очень жестоко. И у куклу с клана, оказывается, есть моральный код. Были новости для меня. Но, к слову, про жестокость убийства. Основная версия, естественно, что все-таки Фрэнсис с братьями убили этих двоих. И потому, как они были убиты, видно, что наибольшая агрессия была направлена на женщину. То есть, у нее мало того, что мужчина убит одним выстрелом, женщина убита тремя выстрелами. Еще у нее перерезана глотка. Причем это очень глубокий порез, как я уже говорила. То есть, убийство скорее носит какой-то личный характер. То есть, такое ощущение, что кто бы не убил этих двоих, против девушки у него была большая агрессия. И я думаю, что логично предположить, что ревнивая жена, возможно, в неверности мужа, скорее обвиняла свою соперницу. Что как бы, ах ты более молодая, соблазнила моего мужа. Потому что довольно часто женщины... И, опять же, изучая разные трех крайных дела, я довольно часто сталкиваюсь с тем, что женщины в ситуации, когда муж изменяет, обвиняют не мужа, а обвиняют любовницу. И, возможно, это та же ситуация. Опять же, мы говорим про 20-е годы, когда, ну, как бы, к женщинам было довольно... Ну, как бы... Ладно, окей, я не буду снова про то, что у женщин не было особых прав. Но, тем не менее, логично предположить, что в той ситуации люди, знающие про эту ситуацию, могли потенциально большую ответственность возлагать именно на женщину. Потому что, как бы, соблазнительница. И поэтому, возможно, ревнивая жена обрастила бы большую агрессию против своей соперницы, а не против мужа, которого она, возможно, все еще любила. Также я хочу обратить внимание на то, что мы говорим про наследников Джонсона Джонсона. Они ооочень богаты. Оочень. Поэтому я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, как пресса освещала это дело. Фрэнсис называет homely. То есть, как бы, женщина, похожая на домашнюю женщину. Это указывает на то, что она не блистательная, гламурная, соблазнительная красавица. Но также это указывает на то, что это домашняя женщина. Она сидит дома. Она выглядит соответствующим образом, как обычная домохозяйка. Как она могла быть убийцей? То есть, это скорее вызывает жалость к ней, что муж изменял. Она вот как бы такая простая женщина. То есть, как бы, на ее месте могла оказаться любая женщина, условно говоря. Более молодой муж, который, возможно, женился ради денег, а теперь завел молодую любовницу. Она вот как бы обычная такая домашняя женщина. Это вызывает жалость. И я имею в виду газеты продажные всегда, но в те времена они тоже очень продажные. Поэтому можно предположить, что газетчики не просто так используют такой термин по отношению к ней. Дальше. Основные данные, которые есть у полиции. Основной источник информации – это Джейн. Та самая Джейн. И почему-то, я вам говорила, почему-то газетчики пытаются ее дискредитировать и так же называют ее «женщиной-свиньей», что как бы просто ужасно. И в целом, то, как они представляют информацию, которую дает Джейн, выглядит так, как будто все, что они хотят сделать – это чтобы читатели и общество не верили в то, что эта женщина на самом деле видела и слышала кого-то на месте преступления. Почему у газетчиков есть причина дискредитировать одного свидетеля? То есть они на самом деле звучат, как будто у них персональная вендетта против этой бедной женщины. Возможно, потому что им заплатили за то, чтобы они дискредитировали ее. Опять же, нет никаких улик того, что газетчикам доплачивали. Но, зная, как тогда работала пресса, и зная, что одна из сторон была очень богата, я бы не стала этого исключать. И также, в целом, я имею в виду, вы наверняка слышали про какие-то процессы, в Штатах в том числе, когда очень богатый человек в чем-то обвиняется, а потом как бы оп, и почему-то суд признает его невиновным. Вроде есть улики, вроде есть какие-то причины подозревать, что он был виновен, но как бы нет, его признают невиновным. Я имею в виду, ой, Джей Симпсон. И, в целом, это, ну, регулярно происходит. Поэтому в этом деле довольно многие люди, ну, вот мнение, которое я читала в интернете, многие считают, что просто, ну, как бы они подкупили присяжных. Я имею в виду, у нас было дело, где... Я забыла его имя. Актер. Фетти. Раско Арбакл. Где, опять же, присяжные признали его невиновным. Более того, они прочитали целую лекцию про то, как, значит, бедняга пострадал, и его моральный облик был так сильно посрамлён и так ужасно, и все должны извиниться перед ним. А, скорее всего, он на самом деле изнасиловал и убил начинающую актрису. Вот. В общем, богатые люди могут подкупить жюри. Я не говорю, что это то, что произошло, но я говорю, что такое периодически происходило в Штатах, особенно раньше. Поэтому, да, богатые люди, наследники были оправданы. Я также считаю, что на Джимми Милса люди почему-то не обращают никакого внимания. В целом, то, что полиция сочла его слишком скучным для того, чтобы быть убийцей, это умора. У меня нет другого слова. Серьёзно. Они такие, типа, слишком скучный. Как насчёт того, чтобы нормально делать свою работу? Как бы просмотри всех потенциальных подозреваемых. Потому что я понимаю, да, он священник. Убийство — грех. Священник не должен убивать. Так же, как другой священник не должен изменять. Ну, то есть, никто из нас не знает, как поведёт себя в ситуации. Ну, вот в подобной ситуации. Если весь город знал про эту интрижку, скорее всего, и супруги знали про эту интрижку. И, возможно, для него было там стыдно то, что он священник, а его жена изменяет ему с другим священником. То есть, мы же не знаем его характер. Мы не знаем вообще ничего про него, кроме того, что полиция сочла его слишком как бы неприметным, чтобы быть убийцей. Я бы, честно говоря, не стала его исключать. И, опять же, наибольшая агрессия направлена на женщину. То есть, в его ситуации, как бы, это было бы логично, потому что это жена, которая тебе изменяет, как бы. Поэтому я не знаю. Но, в целом, наследники Джонсон Джонсон, честно говоря, выглядят максимально подозрительными. И если показания Джейн верны, и кто-то крикнул «Генри» после выстрелов, и брата Фрэнсиса зовут Генри, я имею в виду, это изрядное совпадение. И я также не знаю, вот чего, насколько общеизвестным был факт того, что брата Фрэнсис зовут Генри. Потому что, например, если это семья, которую знает весь город, например, вот она Фрэнсис, вот он Генри, ее брат, то, да, Джейн, если там по какой-то причине она хотела подставить эту семью, что я имею в виду, подставить семью наследников и очень богатых людей, это очень опасная идея. Ну, то есть из всех людей, которых вы можете подставить в данной ситуации, пойти против, вероятно, самой богатой семьи города, очень рискованно. В общем, если она хотела их специально подставить, возможно, специально сказать «Генри», для того, чтобы подозрение пало именно на эту семью. Вот, а если, например, эта информация была не очень общеизвестной, то откуда бы ей знать, что вот есть брат по имени Генри? Или, например, откуда ей знать, что он в этот день в городе, что он там не уехал никуда. Поэтому, честно говоря, я бы скорее верила ее показаниям, и эти трое выглядят подозрительными. Фрэнсис, Генри и Уильям. Подозрительно. Так что это все. Все про это дело. Кстати, пока я читала про это дело, я, естественно, забыла фамилии действующих лиц, вот Холл и Миллс. И я думаю, как мне снова найти это дело? Потому что я про него читала и слышала, но я забыла имена. И я вбила в поисковике, в гугле, типа там, Джонсон Джонсон Хэррис, ну, наследница Джонсон Джонсон. И оказалось, что несколько лет назад наследница Джонсон Джонсон умерла. Ей было всего 30 лет, она при непонятных обстоятельствах умерла очень молодой. Что она вела очень такой не очень здоровый образ жизни, употребляла разные вещи. Вот почему умерла очень молодой, это так грустно. Окей, так что это всё. Я хотела закончить наш влюблённый февраль на более банальном деле в плане того, что как бы любовь — ревность. Потому что мне кажется, что мы можем всё-таки быть уверены в том, что этих двух убили не просто какой-то проходящий мимо маньяк, который такой, вы двое, а всё-таки, скорее всего, это была либо Фрэнсис, либо Джимми Миллс. Я думаю, что это всё-таки убийство на фоне ревности. Поэтому я хотела рассказать и про это. Это как бы более банальное убийство, ну, я прошу прощения, я не это хотела. Более банальная причина для убийства, нежели, например, там девушка, которая снимает порно-контент в интернете. Но, тем не менее, как бы я не могла пройти подобную тематику, так что. Да, на этом мы заканчиваем наш влюблённый февраль. И для марта у меня есть уже несколько идей. Для тем, но я выберу какую-нибудь одну. Я надеюсь, что она вам понравится. Я надеюсь, что вам также понравилась эта история, и что вам понравился наш влюблённый февраль с тематиками про убийства, которые совершены во имя любви. Так что, да, друзья. Я, кстати, есть дела, где кто-то убивает кого-то для того, чтобы спасти своего любимого человека. И я принципиально не освещала такие дела, потому что всё-таки это оправдание убийства, некоторая романтизация убийства. Я на своём канале как бы хочу проводить черту. То есть, если я говорю про какое-то преступление, я не хочу его романтизировать. Я не хочу, чтобы убийца, даже если он действовал из лучших побуждений, чтобы было хоть какое-то оправдание для этого. Потому что я не хочу романтизировать убийства, как вот таковые. Вот. Небольшой дисклеймер. Поэтому подобных убийств у нас не было. У нас только убийства, которые ревность, потенциальный развод или, соответственно, серийные убийцы. И, соответственно, да, на прошлой неделе самое необычное дело в имя любви, которое мне когда-либо попадалось. В общем, спасибо большое за просмотр. Хорошего дня. И, да, скоро увидимся. Пока-пока.